Тоже бывает, да, когда кто-то вдруг выясняет, кто здесь главный. Тоже очень интересные прецеденты бывают. Значит, что вот я вижу на хорошем, да, и химнистический заряд во всем этом. Во-первых, рост, да, если мы хотим использовать спираль для личностного роста, да, это некий призыв к пониманию всех предыдущих уровней. А сколько более высокие уровни, они уже наверняка содержатся в себе и прошли через предыдущие фазы, мы должны эти уровни начать научиться понимать и принимать как неизбежные вещи, да, окрасная эта энергия, эта экспрессивность, это умение выразить себя, да, синие это умение соблюдать правила, умение эти правила вырабатывать, написать полный политику, описать процессы, еще что-то, да, оранжевое это умение решать задачи, быть креативным и ярким, да, там типа зеленое это уметь нормально относиться с окружающими людьми и так далее, и так далее. Вот все это очень хорошо, да, из каждого в следующем уровне, да, все предыдущие должны быть приняты и нормально активизированы, когда мы, в общем, попадем на самом деле в желтый линько. Дальше, сама идея сложности, она очень хороша. Нет правильности или неправильности. Есть просто задачи разного уровня сложности, и к ним нужно мышление разной сложности. Для маленького простого проекта с хорошей спецификацией прекрасно сработает простой и четкий процесс, да, и не нужно там все получить, чтобы задача стала интересной. Нужно сделать по-простому, чтобы не было стереотипов, да, что русские так хорошо решают задачи, когда-то рассказывал президент Интеру, что они все задачи делают другую. Поэтому, как бы, Интеру любит, конечно, но Интеру у него сто раз больше, потому что в Индии как бы любят простые задачи, которые сто раз больше. Вот. Дальше. Сложность, да, и принятие сложных людей как ответ на сложную среду. Это тоже интересный пункт, который для меня очень важен, потому что каждый раз хочешь взять человека по-проще, чем работа. Тебе нравится более простые, чем много. Да, везде говорят люди категория А, берут людей категория А, категория В берет категорию С, и все мы, конечно, все мы умные. Вот это звучит очень абстрактно, да, там, как это измерить. Здесь очень понятно, да, это категория сложности. Человек, с которым не сложно, он представляет в среднем для сложных задач большую ценность, чем человек, который мне просто, которого я читаю на книгу, потому что у него простые, там, потребности, там, да, у вас простая структура, еще кто-нибудь. Сложные люди нужны, и нужны с ними позиции есть, зачем позиции. Да, давайте поговорим про то, как устроена организация. Это тоже упражнение, его тоже можно поделать в голове, да. Ну, я думаю, мы сейчас легко ответим на вопрос, да. Вот какие люди в продаже нужны? Продаватели, правильно, да. Прекрасно, они тоже там, да. Очень хорошо пополняются, да, там, типа, в проектных офисах, там, или там, если высконяют, и так далее. Значит, а в инженерии где-то что нужно? Синего побольше, нам синего должно быть побольше. А где еще больше синего? Здесь не нарисовано, но тем не менее. Ну, в финансах, да, финансы часто очень, очень синие. Особенно там финансы, которые занимаются науковым учетом, еще чем-то, потому что они все регулируются. И там может быть оранжевый финансовый директор, который хакает систему. Вот. А вы маркетинге какие имеете? Селёный. Жёлтый. Ага, хитро, да, маркетинг в многолетних. Вот. В IT-компании в маркетинге сидит больше всего ранее, потому что это B2B, маркетинг не научный и так далее. А вы, кто в MSG, компания, которые занимаются там B2C, или, допустим, если он будет там интернет-сервис, делают какие должны методикатологи? Жёлтый. Синий. Как бы анализирующие и так далее, которые жёлтым руководителем поставляют качественную информацию, которые умеют построить и вычерить правильную статистику, с ним работать и так далее, да? Вот, как бы, вот если сейчас беддейт разобьётся, то опять нужны будут синие служители, как бы, да, этого бульдера. А в R&D какие люди должны быть? Жо. Синий. Красный. В R&D, да? В R&D оранжевые люди чаще всего открытия и всё такое, да? Те, кто не будут испытывать чувство вины, что они за деньги, которые зарабатывают от коллеги, развлекаются и что-нибудь там и заплетают, и инновируют и всё в общем, да? А потому что остальных немножко точнее. Это переживание. И в том, что уходу шоу, уходят нормальные правила. Пусть не так интересно, но зато я чётко знаю, что я принадлежу в курс. А там вообще всё непонятно. Окей. Вот, собственно, мы переходим к последним пунктам. Кто эгронсовировал? Вот. Принятие и развитие против уважения. Это важное понятие. Да, уважение – это очень хорошая вещь, взаимное уважение. Но уважение зачастую ассоциируется с уважением в начальстве, там, да, ещё чем-то таким. Это какая-то штука такая-пять, да, ещё ещё, что ты меня уважаешь, вообще там, глуполосный мир, уважение – это всё, да? Вот на самом деле вместо уважения хорошо работает понимание и принятие, да? Принятие людей такими, как они есть, осознание их ценности, там, типа, восстановление – это важная вещь, да? Это я сейчас говорю для того, чтобы кутану оранжикой, почему нужно немножко в зелёной закапываться, да? Потому что на зелёном происходит принятие окружающих. Восприятие не через призму утилитарного использования, а понимание, твоя голова становится населённой реальными образами других людей, а не тех образов, в которые ты на них пытаешься нависать. Вместо стереотипов у тебя в голове появляются живые люди. Дальше. Власть, справедливость и успех, да, компания как-то, да? Это сложнейшие понятия, вот. И, как бы, лечит их, да, вот. Зелёное лечит и жёлтое лечит. Зелёное лечит временем. Время всё решит, зелёный уровень всё вырастет, всех там успокоит, всё предлёт. Жёлтые действуют более решительно, более энергично, но иногда полезно, когда решают какую-то задачу и считают, что всё это пойдёт на пользу. Да? Можно выбирать, есть у нас время или нет. Можно всё делать зелёными способами, когда изгасить конфликт, и добавляя смазки, там, типа, убеждаясь, что всё хорошо, и потом оно как-то утрясётся. Если круг совсем сложно идёт, иногда можно вмешаться, там, типа, по жёлтому и пытаться сделать какую-то реинженеринг организацию. Дальше. Это интересный момент. Это уже следующий пункт актуальный для сильно позеленевших организаций, да? Вот и так он, ох, позеленевал, как бы, особенно в питерском офисе, да, просто очень зелёная компания. Что не очень хорошо, на самом деле, да? Кредит зелёности будет. И, как бы, ну, потому что никто не готов верить, что где-то там, типа, в офшоре может быть зелёная компания. Типа, это очень прогрессивно, но совсем не совсем адекватно ожидать. Вот. И, в общем, нам нужны оранжевые люди, да, как бы, да? Но вот вопрос, как они могут... Они воспринимаются фижонами, зачастую они воспринимаются какими-то, там, сновами, да, или ещё чего-то, да? Ну, вот оранжевые реально медальники. Жёлтые пытаются на организационном, как бы, уровне подогреть оранжевых, чтобы их было больше, и чтобы оранжевых было как-то получше, и так далее, но даётся, это всё равно с трудом, потому что Жёлтые всё ещё слишком зелёные, да, и они всё ещё переживают, да, в том, чтобы сделать то, что нужно. Это очень интересное явление, да? И, наконец, вот, тренировка взгляда антрополога, это тоже очень важная вещь, да? Когда мы смотрим на мир взгляда антрополога, мы не решаем вопрос, что плохо или что хорошо. Мы смотрим, что естественно, и что неестественно. Если ты живёшь с обезьянами, да, по каким-то причинам так жизнь повернулась, то гораздо проще жить, как бы, быть адекватным обезьяном, да, извлекать удовольствие в основном из простых забавок, да, и понимать, в чём твои обличения, в чём твои преимущества. Вот. Противоестественно пытаться ожидать, чтобы, пытаться воспитать обезьян, как бы, в духе, там, типа, этикеты «Англии пошло и заброшено». Это было неправильно. Всё должно быть адекватно, как-то, да? Если там заказчик играет по красным правилам, можно к этому подстроиться. И, по крайней мере, с ним играть по красным правилам. Ну, что делать? Но, если он находится там в более широком контенте, да, который там уже оранжевый-зелёный-жёлтый, то «А можно, я не приду, прекрасно работаю». И надо понимать, что его начальник должен работать. Да. Это всё очень неплохо работать, стоит поизучать окружающий мир, чтобы понять, как что работает. И, наконец, при чём здесь мотивация? Вот всю эту теорию для мотивации можно использовать тремя способами позитивно. Первое. Можно искать оранжево-зелёно-жёлтых лидеров с максимальным числом открытых уровней, которые умеют и так, и всякими перекосяками, да, которые имеют много разных проявлений. Те самые сложные люди. Эти лидеры, они более эффективны, чем лидеры, которые имеют один открытый цемент, который сейчас им даёт силу и готовность действовать. Вот чисто оранжевый счастливый предпринимательский лидер менее эффективен в сложной среде, чем более сложный, менее успокоенный, менее удобный человек, у которого много уровней открытого натура, который находится в переплотном фаре. Использовать типизацию для того, чтобы создавать какие-то более совместимые инструментальные смеси мотивационные, чтобы команды делают более сочетающиеся, чтобы понимать, какие люди, каких там заказчиков поймут и так далее. Вот ещё очень важная вещь, да, что это совет для оранжевых, как бы, да, оранжевые, на самом деле, те, кто ходит на семинары, это те, кто покупают книжки. Это, ну, в любой аудитории, там, это всё оранжевые. Оранжевые создают рынок, да. Зелёные, они, там, с факулатуры собирают батарейниками, да. Вот, ну, если у них ещё много оранжевых или уже жёлтых, они тоже будут уходить, да. Но оранжевые – это 90% того, что вот, того рынка вообще образования и всего прочего, да. Поэтому, собственно, для оранжевых, как бы, рассказ оранжевому миру про спираль, да, делают о них почти невозможным игнорировать это, и появляется желание двинуться в сторону зелёно-жёлтого. Что, в принципе, хорошо. Потому что, когда там всё существенно жёлтеет, когда организация жёлтеет, то жить в ней становится существенно проще. Потому что, ну, люди делают дело, как бы, да, и постепенно уходят в всякие издержки, дрения и всякое такое, да, и организация становится просто удобной и нормальной. То самое качество бытия будет. Не бабки, там, не соревнования, не ещё что-то такое. Нормальное качество жизни, как бы, да. Ну, вот, если бы все организации были бы жёлтыми, то можно было бы реально выбирать работу по выпуску тоже, да, и действительно выбирать исключительно интересный проект, интересную логовость, там, там, работать с друзьями и всякое такое. Ну, и, наконец, домашнее задание, да, чего можно поделать самостоятельно. Да. Ну, ещё я могу один к нему добавить, кстати, вспомнил, да, в каком-то слайде я его забыл рассказать, о том, что важно учиться разговаривать, не пытаться разговаривать со всеми, исходя из своего уровня мышления. Это типичная ошибка. Вот. То, как мы себе это объясняем, мы объясняем себе в соответствии с теми церемемами, которые есть у нас в Голорее. Чем дальше мы, тем более сложные построения мы используем. Для более простых уровней, как бы, да, нужно давать руки и объяснения того, как мы будем, да. Не надо, там, типа, юниору объяснять много сложных вещей, им нужны простые рецепты. Для меня, как бы, вот эта очевидная речь, да, она надавалась большим трудом, потому что мне казалось, ну, что ж я, когда вот зелёный, вот, свёл, упрощил, что все люди умные, да, этот юниор, он там, задачи решает лучше щелья, он тоже очень умный, да. Вот. Почему он не может понять мои сложные абстрактные могостроения? Ну, не потому, что это не про умные куклы, он просто думает по-другому, он видит мы, по-другому, он решает другие задачи. Гораздо более строгие, гораздо более частные, и это очень хорошо. И неправильно с ним другим способом поговорить. Но это очень трудно. Вот что поделать дома? Почитать, вот можно эту книжку, да, а ещё нужно выставить для себя всяких продвинутых авторов, жёлтеньких, которые пишут про системный анализ, про хаос, ещё про всякая разная формализация. Бирюзовеньких, которые пишут про гуманизм, там, гуманизм, там, глобальную деревню, ровно, вот так далее. Это интересно. Просто понятие в ход мышления полезно, потому что это большая работа, там, жёлтого и бирюзового у нас мало, а это прикольно. Вот, на это стоит смотреть. Дальше. Что поделать, да? Интересно поиграть с высокими уровнями, да, там, поискать мультурсипед, поучиться испытывать вселенскую рыбу, ловко всем. Научиться, там, увидеть каждого человека милым, да, почти вот почувствовать себя Богом, да, который судить людей не может, потому что он всех понимает, всех принимает. Всем поступкам людей, даже самым негуговидным, найти такое объяснение, которое вас успокоит и сделает этих людей, в общем, хорошими людьми тоже, да. Вот, вот, это упражнение, оно, в принципе, тоже двигает всех с оранжевого на зелёно-жёлто-апеллюзовый уровень. Вот, потому что это думание о других людей, причём думание в правильном развитии. Мы думаем о них не для того, чтобы рассказать их загадку, узнать, где у них много, да, а мы думаем о них так, чтобы их лучше понять. Вот, а поняв, да, мы решим свои, вот, все свои задачи. Даже ничего не зная про справедливую лекарь, да. То, что мы узнали про эти света, они не узнали, никак не поменял, да. Люди тут разных уровней, с разными решениями существовали всё это время. Дальше, в чём себя убеждать, да. Вот, по-моему, самое главное – это держать в голове вопросы вместо ответов. Вопросы – это гораздо более полезные вещи. Там правильные вопросы, ещё более правильные вещи. Правильные вопросы – это то, что стимулирует нас принимать информацию. Да, вот, когда мы действительно что-то хотим узнать. И, как бы, тренировать стоит всегда там проходить, да, наблюдать за людьми, наблюдать за действиями. Люди говорят почти всегда не то, что думают. Не потому, что он будет, а потому, что умеют давать социально приемлемые ответы. Это великий талант. Преуспевают в жизни те, кто умеют давать тех ответов, которые они хотят получить. Поэтому, если мы хотим узнать, как человек думает, нужно наблюдать за тем, какие решения он принимает. Из каких посылок он, скорее всего, действует. Ну, на это нужно время и силы, но это можно понять и убедить, да. И человек, который говорит зиничные вещи, может оказаться, там, большим гуманистом по делам своих, да. А человек, который говорит исключительно правильные вещи, может оказаться фиолетовым шаманом, который вообще ничего не понимает. Не способен к развитию, как бы. Но нахватался всякой терминологии, да, и на самом деле исполняет какой-то вкус. Ну, и, наконец-то, пытаться стать мастером – это незадача. Да. Ну, вот, желтые, бирюзовые уровни, да, те, которые связаны, то есть тренеры, которые подают свои тренинги, да, оранжеры, которым хочется стать крутыми, они говорят, вот, вы станете там и будете всем управлять. Но ценой перехода на ритюбрук нереального является, собственно, пропадет желание. Как бы, оранжеры думают, вот стану мастером, стану классным тут менеджером, у меня все тут переинаживается, все будет у меня круто, да, и тогда у меня будет еще куча машин, у меня будет много денег, у меня будет слава на весь этот. Это он реально приходит на желтый или на весовый уровень, и ему все это становится не очень надо. Это интересный эффект, как бы, да, но в этом смысле продают через оранжеры идеи, как бы, да, но реально, вот стать в представлении о мастере спирали у всех оранжевых на два раньше. На самом деле, оно не так. Все, что я хотел сегодня сказать, да, готов поотвечать на вопросы. Вы им исчерпали, кто хочет бежать, может бежать. Да? Вопрос по поводу в лес и в виде, как тренировать себе способность и вес, или одновременно, вот такого суперанкопа. Да, как уметь видеть лес и телеги одновременно, это не очень связано с телегом Антракова, но с ними не менее. Ну, я знаю только один способ, да, быстро переключаться между разными уровнями восприятия. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда переключаться. Ну, я это осознал достаточно странно, как стоит, но я пытался получить, читать финансовый отчет, получить себя, понимать. Ну, и все проходят через фазу, там, пытаются создать финансовый отчет, который ответит на вопрос, сколько у нас денег, как нам хорошо. Один отчет нельзя. Их три, да, они находятся в этом взаимосвязи, и нужно все по очереди грудить у себя в голове, и потом приходит целостное восприятие позиции компании, которое можно объяснять, с которым можно работать через проекцию. А финансовая компания доживает пущая постоянная среда сообщающихся сосудов. И если хочешь увидеть чужое, да, через проекции, нужно их все в голову себе загрузить и переключать, искать взаимосвязь, когда приходит видение. И реально приходит, только быстро это делать. Получается, можно повышать чуть-чуть, если нет. Ну, да, но количество перейдет в качество, да, это упражнение, которое правда работает. То есть, ну, в конце концов, улучшаешься, да, и все финансисты хорошего полета умеют это делать прекрасно, посмотрев, создать картинку, могут сказать четко, да, какая это индустрия, какая там природа и так далее, посмотрев там, ну, может быть, там, не один, пару срезов отчетов за два года, и уже можно понять, какая динамика и всякое такое. Ну, то этому нужно поучиться, потому что, глядя на Алина, четко наверняка сделаешь какие-нибудь сложные выручки. А большинство начинающих берет одну проекцию и начинает на ней сразу настраивать умозаключения, исходя из аналогии с предыдущим опытом. А это заведомо ложный путь. Да? Спасибо за критеризацию. Я думаю, что ваша компания на ней разнообразна, но вы не выбор сзади, а те, которые ценности, которые есть в вашей компании, как-то не сознательно с уровнем спирали? Спасибо. Вопрос, что да, наша компания не терагентна, но просьба рассказать про ее ценности, как они не относятся с уровнем спирали. Ну, во-первых, в какой-то момент наша компания проголосила главной ценностью толерантность, что является таким вот зелено-желтой идеей, как бы, да? И после этого я обычно ощущаю и говорю, что с остальными ценностями у нас после этого случилась засада. Потому что ценности, в принципе, не толерантны. Потому что ценности для того, с чего мы убеждены, и считаем все это правильно. Если мы скажем, что у нас ценность профессионализм, ну, а что мы не будем делать, что у себя не очень профессионального человека будем, если у него есть работа, у него есть не очень профессиональный заказчик. И они нашли друг другу, и им нравится. Ну, почему бы не? С другой стороны, мы такие, если честно, как бы, да, вот эта арта, в разных офисах разные не нужны подсистемы, да, и очень много, вот, вот вся интерференция идет между, на самом деле, в большой степени оранжевым и зеленым, да, и когда вот эти с точки происходят, часто происходят отскоки на сине-прасный уровень. Вот это вот, вот это вот типичные будни организационной динамики, да, встретились с зеленым, с оранжевым, да, зеленому хочется, чтобы всем было хорошо, оранжевому хочется, чтобы вы делали, делали и достигли успеха, а не делились, как бы, да, в результате, как бы, там начинаются выяснения, кто тут главный, по-красному, да, или призывы принять абсолютную систему правил на синим уровне, как бы, да, для того, чтобы внедрить какую-то мощную справедливость. Вот, ну, и тут вылезают какие-то личные ценности у всех. Вот, ну, говорить, что какие-то ценности организационные есть такие уж сильные, ну, кто тут, ну, если разговаривать, если в Питере разговаривать, там будет сложная земля. Вот, то есть, люди ценные, там, отношения ценные и так далее, но это, в общем, только в Питере. В остальных местах будут по-другому. Но это те ценности, которые декларируются, правильно? И не то, как вы себя ведете. Конфликт, замять. Вот, вот, как бы, фиг дождешься, как бы, люди, вот, болеют селевыми болезнями, не наносят на людей неприятную правду, там, да. У нас, как бы, система даже в компании построена, да, чтобы никого не заставляют, например, умолить человека. То есть, есть дар больших коллег, тогда, да. Вот, людей умолят из проекта, того же проекта не устроить, тех, кто менеджмент увольняет, как бы, да, который, там, уже пожелтел, пережил себя и не переживает о том, что нужно с кем-то расстаться. И делает это по-хорошему. Но, как же, менеджерам же тяжело будет увольнять? Да не всем менеджерам тяжело увольнять, как бы, и так далее. Добре, с какой-то, ну, зеленая доминанта заставляет думать так и строить такую систему компании. А как же желтая организация, где искренне все это будет в классе? Желтых организаций почти не бывает, к сожалению, как бы, да. Вот, но желтые менеджеры встречаются, как бы, да. Желтые менеджеры, они, как бы, ну, ну, как бы, ну, типичная желтая формулировка, да, вот, она, она, она может быть мегалитивной, может быть, нет, да, в зависимости от, от искренности человека, который говорит, это что плохой человек, который работает, он просто не на своем месте. Вот, а дальше вся разница, да, а если оранжевый, так говорит, и исправляет, и человек опять ушел, да, то это может оказаться манипуляцией, потому что человек что-то почувствует. А если это делает желтый, который искренне верит в это и помогает ему дальше, там, по жизни куда-то там устроиться, дает хорошие советы, вот, то человек это чувствует и уходит с легким сердцем. Ну, там, я уже давно помню, там, типа, ну, как, несколько раз в год кого-нибудь я увольняю, как бы, да, и, 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 и всегда расстаюсь исключительно на хорошей волне со всеми русских отношениях, так вот. Меня поздравляют с ним рождением и так далее. То есть явно никого не ойдетил, как бы, да. Потом, ну, просто потому что находишь уже правильные слова для того, чтобы объяснить, что на самом деле не работает. Да? А сейчас плотан выбор цвета для каждого патручка. Это последователи, Грейвз обозначал уровни и условия жизни буквами алфавита. Последователи сказали, что цвета более абстрактные, потому что они, типа, не упорядочены. И они не говорят, что один уровень лучше другого. Вот. А на самом деле все равно с урагризованной спиралью, все равно упорядоченность и получилось. Но цвета, как бы, они бневмоничны, да. То есть на практике более-менее удается запомнить. Они вписываются неплохо в язык, как бы, ну. Ну, базовая санитарная вещь от ведения любой типологии, люди неплохие, они другие. В этом смысле, ну, он такой зеленый, это уже хорошо. Ну, у него не урод, он, типа, и не ныть, он просто зеленый. Поэтому он так и есть. Ну, это звучит нейтрально, да. И, говоря под этим языком, там, ведешь какой-то инструктуальный разговор, а не циничный, решаешь, решаешь, как бы. И понятно, что, вот, все цвета, как бы, да, начиная с красного, они, они нужны на самом деле. Вот, например, Женя Оллах, который, да, в общем, во многих своих проявлениях страшно зеленый, да, у него есть хорошие классные техники. За что он очень ценит компанию? Как только он чувствует, что кто-то его пытается приметь, он умеет упереться и вообще выслать всех уже, там, типа, куда подальше. Поэтому он в одиночку легко может, там, типа, сделать то, что большая часть остальных зеленых этапов цепнула только толпой, поддерживая друг друга и подталкивая под задницу. Вот, конечно, мы и решим задачи те же самые и без него, но он это делает, в общем, все окружно. Ну, не то, что ему это нравится, но он умеет это делать, умеет это делать с толком, да, как надо и так далее. И у него есть эмоциональная поддержка. Или там, там, Эдиноградова, который, конечно, пиаром занимается, да, у нее очень много красных техники. Зато она очень яркая, гораздо ярче, чем большинство остального народа в дата-аркции. И то, что она иногда обижает людей в разговорах, там, еще чего-то и так далее, но это некие издержки, зато она очень ярко выступает, как-то, да, там, где нужно, умеет достаточно четко воздействовать на журналистов, которые чаще всего ушли, там, да, и им требуется, там, сильное воздействие, чтобы добиться от них результатов. В общем, это не бессмысленно. Конечно, там, типа, лучше иметь, там, желтого пиарщика, да, но желтые пиарщики, это ступо дорогие, как бы, люди, которые работают в сложных больших организациях, они там зарабатывают много денег. Нам трудно сейчас найти такого. Да, давайте. Ну, я пропустил первые 10 минут, и я не знаю, это было озвучено или нет, но я так вот смотрю, мне кажется, что цвета, которые помечены как коллективные, это какие-то, ну, там, цвета или активности по консервации, а те, которые левые, индивидуальные, это то, что, в принципе, может принести какие-то изменения в контуру. Я правильно это понимаю? Да, коллективистские штуки, они более консервативные, нежели индивидуальные, но не в силу того, что цемемы такие, как бы, да, в силу того, что инерция у коллективистских систем, она у гораздо больше, чем у индивидуальных. И, естественно, как бы, в силу этого индивидуальные цемемы, да, они в большей степени фасилитируют, не драивают изменения. В общем, наблюдение верное, как бы, да, но это не тот принцип, по которому это расправлялось, но на практике так получается. Ну, скорее, не с инерцией, это связано, потому что, ну, фиолетовый, так, так принято, синий, так, так надо, так правильно. Не, 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 ну, безусловно, да, ну, потому что, ну, понятно, как координируется большая система через что-то стабильное. Мы не можем реально, не боризован в уровне коллективистских, наверное, мы будем думать о общем сознании человечеству, научимся так, когда все там окажутся. Но это что-то там за боризованным, да. А сейчас мы так не можем, мы думаем каждую своей голове, поэтому, конечно, через какие-то постулирования какое-то, да, насаждения чего-то и идет координация по большей части вот коллективистских органов. Так, и еще один вопрос. Мне было, например, неочевидно, было постулировано, что, допустим, люди с оранжевым там майнсетом, которые там знают, зачем что-то надо делать, они почему-то обязательно мотивируются какими-то там дорогими тачками, машинами, часами, еще там чем-то. Как это связано? Нет, они не мотивируются, им это важно. Да, им это важно, но почему, откуда это берется? Почему оранжевым важно? Я имею в виду, это какое-то наблюдение. Да. То есть просто большинство людей с майнсетом, им это важно. Да? Да, да. Ну, да. Не более. Исключение всегда есть как-то, да, из-за того, что люди сложны. И не поднимите полагоний немножко, но в целом так. Какого цвета гугл? Кто? Гугл гугл. А, гугл. Какого цвета гугл, да? Я очень мало знаю про гугл на самом деле. Вот изнутри и так далее, чтобы думать о том, какого цвета как бы. Но я вот думал, что как раз Эрик Шмидт, он был сильно оранжевым. Вот. А основатели, да, они бы скорее оранжево-зелено-желтые. Вот с какой существенной волной как бы, да. Вот мне так кажется. Но это очень слабое утверждение, да, я даже сейчас не смогу аргументировать этот факт, потому что мне их не хватает. Ну, пообщем, вот по тем шагам, которые прорываются в действиях и так далее, да, это так. Потому что Шмидт очень как бы неэффективно действовал в... Ну, вот как бы у него были такие очень оранжевые шаги, которые применялись где надо, где не надо и так далее. Сеем, веем, зажигаем, как бы, да, вот. Ну, как бы сейчас идет окручивание всего этого. Ну, вот так. Ну и плюс, конечно, Куба уже большая компания. Все большие компании, они вот начинают с одной стороны зеленеть, то есть обретать какие-то ценности, как бы, премии белого человека, типа, да, премии главной компании, организатора и всего прочего. А потом случаются страшно обидные подставы, когда более примитивные вендоры начинают делать что-нибудь гадкое, как бы, да, это подписывается теперь компанией большая. Ну, да, быть большой компанией и не вот, не запоразичиваться, да, из-за вот самых лучших зеленых качеств крайне-крайне. Да? А это ваша личная инициатива или это культивируется во всех офисах компании? Что это? Ну, такое направление, ну, я так подразумеваю, что набираются люди в компанию, судя по всей этой теории, да? Да, можно я скажу? Не плавите личную сущность, в компании использовали ли мы эту теорию? Нет, нет, я вот эту книжку две недели назад начитал, наконец, притащил в раскраску, и теперь рассказываю как-то, да? Потом я буду смотреть, если люди начнут это использовать, то мы постараемся это ввести. Когда-то у нас пришился отизис, отизис был очень хорош, с тем, что он совсем простой, и можно за пять минут объяснить все его основные идеи на пальцах и дальше через это что-то рассматривать. Там какие-то модели типа диска, там еще что-то, да, они тоже там мотивационные модели, они тоже неплохо приживаются, они вошли. Вот, спиральную динамику я просто тут рассказываю, да, приношу какую-то пользу, заодно своим, там чужим, обкатываю какие-то вещи. Если начнет приживаться, то это будет удобно, мы это дмитрием, как бы, да, будем учиться говорить, ну, пока оно никак не используется, это совсем-совсем свежая вещь, да? Но это не означает, что они не действуют, исходя из этих принципов, действуют. Вот. Мне показалось, что есть неплохие какие-то элементы уже, да? Когда я в Питере делал тестовый прогон, один из наших флот-менеджеров пришел, попросил презентации, сказал, что у меня супруга не смогла зайти. Но мне очень важно это показать, потому что я через это многое объяснил. Я желтый, она меня задалбала. Ну, да. Это, ну, значит, чуть-чуть нашел в этом язык, да? А зачем вообще все эти типологии нужны, да? Они только для того, чтобы давайте об этом поговорим, чтобы говорить и называть вещи какими-то именами. В принципе, оно и так все есть, как бы, да, и в нас, и в внешнем мире, без всякой теории, да? А где заканчивается карьерный рост? В желтом или еще в начинале зеленом? Значит, карьерный рост, он, в принципе, возможен во всех цемемах, как бы, да? Вопрос на своем месте, на все. Он, конечно, самая главная карьерная составляющая, она оранжевая. И там же она и заканчивается. Вот. Зеленым и дальше часто уже все равно на карьеру. Большее количество сильно желтых руководителей не стремятся быть топ-менеджером. Гораздо приятнее рядом стоять, вмешиваться только когда надо, а остальное время заниматься обойным тренингом, да? Вот. Ну, стараться не мешать и всякое такое. Ну, потому что, ну, 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 исчезает переоцетка собственной значимости. Исчезает, исчезают сильные страсти, ну, еще чего-то, да? Ты хорошо знаешь, чем себя пораживать. Ну. Но это же не факт, да? Ну, что постоянно идет развитие. Личность может остановиться на каком-то цвете. Нет, люди по спирали ездят в разные стороны, и это правильно, как бы, да? Если ты находишься, вот, нельзя отрываться от своего окружения, ну, вот, каждый из аспектов, там, семья, работа, там, какая-нибудь дружба, общественная. Нельзя отрываться от окружения больше, чем на один цикл, как бы, иначе ты будешь совсем неадекватен. И мы научаемся в разных аспектах, да, своего, своего и своей жизни проявляться по-разному. Там, в семье быть одними, с друзьями другими, на работе третьими, как бы, да? Иногда удается вот так вот все сбалансировать, что везде все равно. Вот. Ну, как бы, и, да, по жизни ездишь. У меня, например, вот, более сложное, да, оно, вот, я могу сказать, что, например, у меня, да, зачастую, вот, приходы какой-то желтизны в голове, да, случались, в основном, после серьезной боли. Вот, после того, как, вот, просто плющик и колбасик очень сильно. Это книжка, если вы почитаете, там много интересного написано, я рассказал малую долю. Вот. Ну, он, действительно, очень много боли возникает, да, перед тем, как ты готов осознать желтое вот это вот облегчение, да, когда уходят эти эмоции, эти рзания, страдания, потому что ты в чем-то уверен, а этого типа вокруг не могут понять. Да, только на желтое тебя отпускают, что на самом деле это все фигня как-то, да, в чем-то уверен, подумаешь, потом уверен в другом. Чуть-чуть напрягся-то, да, а вот, а, 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 а вот, когда накатывает оранжевое, зеленое и так далее, то это сильно меняет. У меня, вот, после того, как я на службу сходил и увидел реальный мир, да, до этого я учился в какой-то, там, дисмаршколе, там, какие-то, там, типа, в университете, там, общался с интеллигентами, родственниками, всякое такое. Потом он попал, как бы, на службу друймным машинистом, там, да, там, типа, еще в советский флот, как бы, все это было достаточно друймным. Вот. И потом, как вот мир открылся в друйм своих проявлениях, как бы, да, чтобы справиться с всякими эмоциональными проблемами, которые в связи с этим возникали, я, как бы, там, научился включать мозг, все держать под майн-контролл, эмоции и так далее, и к миру относиться достаточно рационально. Потом меня отпустило, как бы, уже в деталанте, да, и так далее, потому что мне казалось, что все хорошо, и можно снова стать человеком. Можно расслабиться, можно дать волю, там, типа, и чувствам, и жизни, да, можно убрать, как бы, да, и я, в общем, вода свалился на сильно оранжевый уровень, вот, потом, там, с окружением зазеленел после всех этих кризисов выживания, вот, и испытывал буквально ненависть к оранжевым проявлениям, да, там, типа, в том, что, боже, боже, там, типа, это продвинутые люди, а что же аутсис такие движут какие-то приземленные нормы, вместо того, чтобы вы должны слушать компанию, да, а не компания вам, как вы можете потребительски относиться к нашей известной организации, в общем. И зеленое, ну, с очень много боли, как бы, да, вот, ну, что не выплескивается наружу из-за того, что ты пытаешься всех нейтронировать, но он так и прорывается. И потом, вот, идет боль, да, она готовит желтая, наконец. Вот, но, ну, вот, самое интересное, что по-другому не проходит. Из-за ранжевого рыбы будет желтая, не получается, потому что все сводится к каким-то манипулятивным вещам. Окей, а такой вопрос, в желтой зоне единственного сфраза, принятия хаоса. Да. А. За принятие хаоса, но мир нам ничего не должен. Мир, мир будет изменяться, причем мы не можем предсказать, как он будет изменяться. Мы можем иногда что-то где-то предсказать, но, в принципе, на самом деле мы можем предсказать только там, где мы контролируем ситуацию, где мы удерживаем инициативу и влияем на нее сильно. То есть, министр должен...